А мы переносимся в Австрию и в Швейцарию. Здравствуйте, друзья! Я с удовольствием представляю наших коллег из Австрии и Швейцарии. Алла, правильно так сказать? Совершенно верно. Мы работаем на две страны. Добрый день! Вас приветствует, как Филипп уже сказал, Австрия и Швейцария. Мы на самоудаление выбрали наш деревянный бревенчатый дом в горах, чтобы, не дай бог, не заразиться. Потому что сейчас нужно работать как можно больше. Давайте сделать так. Я вас представлю, а своего супруга уже представите вы. Итак, о вкладке компании B&S Team Executive Consulting. Пожалуйста, вашему супругу представьте. Сегодня буду выступать спикером я. Обычно я только коммуникативная сторона и перевожу. Но из-за сжатости временных рамок сегодня буду выступать я одна. Со мной присутствует один из экспертов нашей компании, Улери Хнаппе. Он только в конце будет давать свои прогнозы, свою экспертизу, видимость в будущем, как будут вести себя рынки. Хорошо. Будем говорить о Швейцарии в основном. Да, воспользуемся тогда переводом уже в самом конце, поскольку Улери, как я понимаю, он говорит в основном на немецком. Ну, на немецком отлично, я думаю, что вы переведете. Итак, на самом деле у вас сзади совершенно замечательный фон. Совершенно видно, что мы находимся... Ну, можно еще было с Германией, наверное, спутать. Ну, понятно, где-то, что центральная Европа. Итак, Алла, в двух словах... Да, мы в Альпах. В двух словах, что там сейчас происходит в Альпах, насколько у вас жесткий карантин, в чем он выражается, как ведет себя население. Пардон, есть ли туалетная бумага в магазинах? У нас, если можно так сказать, то все хорошо, все присутствует, паники и катастрофы какой-либо нет. Если будем говорить о Швейцарии, или давайте вкратце по Австрии немножечко пробегают, и тогда будем переходить на Швейцарию в целом. В Австрии есть регионы, такие как Тироль, или, например, регион Флахау, это который объединена горнолыжка с Ваграйном и другие. Флахау и Тироль, они абсолютно на карантине, там запрещено выходить за пределы своих апартаментов, домов и так далее. Все очень сложно. Другие федеральные земли свободны, например, Верхняя Австрия, Штири, пока можно перемещаться на автомобилях, работает транспортная инфраструктура. В магазинах, супермаркетах все товары, все присутствует. Паника была, была первые 2-3 дня, закупали телегами все, большими машинами. Потом это прошло, вынуждены были неделю назад быть в супермаркете, товар, лавки от товаров ломятся, и есть не только все самое необходимое, но и фрукты от Виктории, только что уже свежий, до, естественно, апельсинов и так далее. Все есть, туалетная бумага, да, мы наслышаны о Германии, что там бедствие какое-то. Ну, говорят, что да, что-то как-то народ, по-моему, не рассчитал свои возможности и потребности, да. Мы вчера просто, это официальное заявление было, действительно, в Германии проблема с туалетной бумагой и проблема уже и с коммунальным, потому что все это, переработка не может. Не справляется, ну понятно. Газеты переваривать, извините. Газеты переваривать, понятно, забавная история. Ну, кстати, хочу сказать, что через некоторое время, точнее в понедельник, сразу проанонсирую, сейчас пока о Германии речь зашла, у нас будет вебинар о Германии и об инвестициях тоже, но через некоторое время, думаю, мои коллеги, может быть, ссылку на этот вебинар скинут. Вот, но сейчас не об этом. Алла, давайте еще раз. Я продолжу все-таки переваривать. Да, 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 вот я как раз хотел спросить. На ваш вопрос, потому что переключилась чуть-чуть на Австрию. В Швейцарии все намного легче, транспортная инфраструктура вся работает, и поезда, и автобусы, но, естественно, в несколько сокращенном режиме. Также можно передвигаться внутри Швейцарии безлимитированно на своем транспорте или на такси. Все работы супермаркета, естественно, абсолютно полны, как всегда, перебоя нет. Тоже были небольшие вспышки ажиотажа, теперь абсолютно отсутствуют. Есть свои ограничения, ограничения входа в КОП и МИГРС, это наши распространенные супермаркеты. Что это значит? Это один человек на 100 квадратных метров, то есть дистанция должна быть. И Швейцария, есть Швейцария, при входе стоит, то есть, например, на один КОП или МИГРС, это тысяча квадратных метров, то есть должно быть не более 100 человек. А кто контролирует это, простите? Абсолютно, Швейцария. Электронное табло смотрит, сколько сейчас присутствует, естественно, стоят секьюрити на входе. Сам народ знает, что сейчас, допустим, 100 человек, ага, выходит двое-трое, подходит два-три. Но это не во всех, мы конкретно говорим про течина, не во всех супермаркетах такое есть, потому что в основном все закупились. А вы, простите, есть ли какие-то ограничения, ну вот на русском языке некоторые новости звучат жутковато, там ограничения собраний, то есть в гости не надо ходить, или запрещено, вот это запрещено или просто не ходят, потому что берегут себя? Давайте так будем говорить, это строгая рекомендация, строгая рекомендация, запретов нет. Что запрещено? Быть в общественных местах, в скоплении людей больше пяти человек. Это запрещено. Но швейцарцы очень самоорганизованные нации, очень чтущие свои законы, понятия и бережливые нации, и себя, и окружающего мира, и своего соседа, и поэтому сами понимают, как себя вести, и поэтому 99% самоизолировались. Это не значит, что нельзя выходить на улицу. Можно выходить гулять с собакой, можно заниматься, продолжать спортом, но либо одному, либо вдвоем, троем, то есть со своими членами семьи, не более. Если встречается человек и знакомые, естественно, то не больше трех метров можно переговорить. Сейчас у нас такой юмор ходит в Швейцарии. Швейцарцы очень гостеприимные люди и очень радушные, и поэтому особенно в течинах, потому что настолько микс плотный с Италией, что итальянский язык официальный, что иногда ты путаешься где-то в Италии или в Швейцарии. Поэтому, например, звонок, в дверь открываешь, никого нет, но стоит на пороге бутылка вина, и там карточка от такой-то семьи, то есть твои соседи, и желают с крепким рукопожатием в этой бутылке. Но мы не обидимся, если вы стерилизуете наши рукопожатия, потому что мы возьмем... Ну, понятно, да. Ой, слушайте, хочу в Швейцарию. Сейчас закончу вебинар, а там на выходе у меня наверняка в двери никто никакой бутылочки не поставит. До 19 апреля точно не сможете к нам въехать. Визы будут, пока они будут выдаваться, новые визы до 16 июня. Это официально на сегодняшний день. Что вообще происходит с рынком недвижимости, если мы говорим не о ценах, а говорим о работе всех официальных структур, на которые завязана сделка. Кому можно обратиться, кому нельзя, кого можно найти, кому нельзя? Если мы будем говорить о... чуть-чуть продлим темы, то все общественные мероприятия, естественно, отменены в Швейцарии, что особенно трагично для швейцарцев, это чемпионат мира по хоккею, потому что в Швейцарии хоккей – это так же, как футбол для Италии или Бразилии. Поэтому это... Айс-хоккей. Айс-хоккей. Ну, или хоккей на льду, понятно, да, не Бенди, да-да-да, все понятно. И другие, естественно, мероприятия тоже все отменены, но все муниципальные, вся администрация, вся работа, то есть нотариусы, бургомистры, я не знаю, все, что связанное со сделками недвижимости, все работает в том же режиме. Единственное, что, но в Швейцарии это надо знать, здесь ничто не поменялось, чтобы прийти к юристу или к нотариусу, естественно, надо заранее всегда иметь договоренность. Это во все времена были, и теперь это так же. Мы, например, в нашей компании «Бенестием», мы знаем всех бургомистров, знаем всех нотариусов, с которыми работаем, и опять для нас ничего не изменилось, мы работаем на дистанционном управлении друг от друга, у нас электронные контракты и так далее. То есть все, что относится к легализации, все работает так же, как и работал. Единственное, что по недвижимости стройки, особенно в Тичино, будут прекращаться. Это связано не столько, естественно, с самоизоляцией, со всем, что требует сейчас новое положение с коронавирусом, но надо также понимать, что в Тичино рабочие места, я имею в виду мозолистые трудовые руки, в основном из Италии, потому что мы находимся всего лишь 15 километров от Италии, и все строители, естественно, оттуда. И поэтому тоже там ограничения из-за въездов, и некоторые города, деревни полностью изолированы на карантине, но это вы знаете, потому что мы как раз находимся на границе Ломбардии, Милана, и там очень... Да, там неприятная совсем ситуация. Скажите, пожалуйста, а вот по практике, ну вот именно тех клиентов, с которыми мы работаем, количество запросов, интерес, он вырос, он уменьшился, он остался неизменным, что происходит сейчас? Он вырос. И знаете почему? Не потому что цены какие-то интересные стали, а потому что мы работаем с топ-менеджерами, швейцарские цены, вы сами понимаете, да, какие? Ну да. И поэтому на эти цены идут люди АПА-класса. И в обычное время топ-менеджеры заняты в бизнес-командировках, а теперь они все на удаленном... Смотрят вебинар при Анруху, вау-вау-вау. Да? Мы, кстати, огласили многим нашим специальным клиентам, поэтому, может быть, они нам тоже видят. Отлично. Скажите, пожалуйста, то есть, как бы, вы интерес видите по-прежнему, тогда давайте все-таки поговорим вот о чем. Интерес получается, ну, уже не знаю, это к вам вопрос, Алла, или, может быть, к... Мы сориентируемся. Давайте, да. Значит, вот интерес мы видим, он очень рабочный, то есть где-то он снизился. Читать, интересоваться, смотреть меньше не стали, мы это видим. Но вот конкретно запросов их поменьше. Есть некоторые рынки, в том числе тот же итальянский, испанский, где, ну, чисто технически сейчас трудно сотворить сделку, да, собственно, и коллеги из Болгарии, из Чехии сказали, что все равно, да, снижение есть. Снижение спроса – это, как правило, снижение цен. Но вы работаете несколько с особенной недвижимостью, вы не работаете... То есть у вас, господи, слово вылетело из головы, коммерческая недвижимость доходная. Что здесь? Какие тенденции, на ваш взгляд, здесь могут быть сейчас, с учетом того, что, ну, все равно никуда не деться, границы закрыты, приехать сложнее, для кого-то это все равно важно. Что думаете? Как вы себе видите ситуацию? Подобно нашим компаниям, как Family Office, которые и инвестиционно-консалтинговые компании, которые и наш фокус, ноу-хау нашего Family Office – это как раз коммерческая и туристическая недвижимость, она... Для нас удара как такового и для подобных компаний не произошло, потому что все сделки с коммерческой и туристической недвижимость требуют длительного времени. Мы не риэлторы, чтобы показывать готовый какой-то объект и тут же его продавать или реализовать. Мы работаем от А до Я, то есть к нам приходят клиенты и говорят, у нас такая-то сумма денег, и в зависимости от этой суммы денег, от его семейного состояния, от его идеи, от его бизнес-идей, мы ему подсказываем, консультируем, даем консультацию, какой бизнес ему выбрать, либо отель, либо курорт-шале, либо шоппинг-мол, либо все, что относится к туристической и коммерческой недвижимости. И здесь сделки, так же, как и бизнес, долгосрочны и требуют достаточно длительного времени, от одного месяца до трех месяцев. Поэтому я и говорю, что ни запроса, ни количество сделок не уменьшилось. Тогда дайте совет. Вот вы упомянули туристическую недвижимость. Последние события в мире показывают, что инвестиции в туристическую недвижимость несут помимо погодных рисков, которые понятны, холодное лето или в вашем случае теплая зима, и шале, на которое вы рассчитывали, или отель уже не столь прибыльный. Ну, понятно, здесь есть много «если», но тем не менее. Вот как вы сейчас видите инвестиционные перспективы, инвестиционные движения, на которые надо сейчас обращать внимание? Очень хороший вопрос и очень своевременный вопрос. Туристическая недвижимость делится на два класса. Это среднего класса, 2-3 звезды, и премиум класса. Премиум класса никогда не в убытке. Смотрите, даже сейчас в Швейцарии отелям не запрещено работать, и даже ресторанам при отелях не запрещено работать. Но какие сейчас отели открыты? Не трехзвездочные. Да-да, все работает, все нормально, все идеально. Не трехзвездочные, где отсутствие туристов, или же в Швейцарии очень много отелей, таких как «Имбис», «Имбис», они работают благодаря рабочим, которые заселяются, потому что цены не очень дорогие, они тоже пустые. А премиум класса, 4-5 звезды, работают в своем обычном режиме. Если говорить про шале, резот, то это вообще, мы же, я говорю, не риэлторы, а мы и управляем своей недвижимостью, сдаем ее в аренду. Все наши шале в Швейцарии сданы. Есть и русскоязычная публика, которая не выехала и не захотела выезжать, потому что, опять же, есть большой шанс заразиться. Поэтому для чего? Они пробили свой мартовский отпуск до конца апреля, потому что они живут либо своими друзьями группой, которая живет в шале, либо своей семьей. Индивидуальные повара, пожалуйста, приходят им готовить. Но больше сейчас такое время, что в большей степени готовят сами. Сами, да? Да. Здесь никакой проблемы нет. Фондю, сырный, ноя. Означает ли сказанное вами, что, вернувшись на 3-4 года назад, более интересными и безопасными оказываются инвестиции, если мы говорим отельную инфраструктуру, в отели дорогие. В швейцарском, важно подчеркнуть, это швейцарский опыт, а не общемировой. А это даже и общий мировой. Ули, вы сейчас говорите о тенденции в коммерческих туристических реализмах. И Филипп сказал его мнение, не только его мнение, но и из всех других. Я переверну вашу вопрос. Да, я понимаю, что вы можете перевернуть. С коронавирусом, как будет вектор, в что? Потому что сейчас, в Италии, в Спании, в Турисе... Если говорить на немецком, то не правильно. Все хотели уехать. Я уже говорила, что мы имеем в первую классную классу. Окей, там будут две развивки. Конечно, в короткоррическом развитии, что туристическое бизнесе, в том, что в луксери-классе и в бутербург-классе, будет сильно сражаться. This will last as long as the current restrictions are. That means, if people cannot travel, of course, they cannot go for holiday. The other question is, what will be the long term? Let's just end. Let's try, yes. Let's give a pause or something. There are two tendencies. First, in any case, there will be a decrease in the premium-class hotel or tourism, and in two or three. Because in any case, the border is closed, no tourists. If we talk about a long-term perspective, then... So, as tourist business, tourist investment is one of our core business, we were intensely thinking about this since the beginning of the crisis. And so far, we came to two conclusions, but this is also very hypothetical. One thing which you can see from all long term. After the crisis, people will travel again. This happened after the Second World War. This happened after the financial crisis, 2008. This happened after this. This happened after that. And the second point is, people will now, after this crisis, will be demanding holiday which is connected to health. That means they will go to sanatorium. They will go to Kuh Hotel. Yeah. And please remember, one of the most famous holiday places in the world, Davos, originally developed in the 19th century as a sanatorium place for tuberculosis patients. So, those countries who can offer clean air and healthy springs and so, and both this is valuable in Switzerland and Austria, and have a reputation for good medical standards, those will profit from the trend to health tourism. And the second point is, the second point is, that the tourism tourism, which can offer a medical service, or just a good SPA, but more will be converted even, so we can say, in sanatorium business. And we are not talking about the specific treatment, but we are talking about the example of Davos, where there was still in our countries, there was still tuberculosis. So, those countries, in this case, Austria and Switzerland, which can offer, besides the medical services, a good climate, will, as always, be able to use a huge demand. And the second trend, which will be, is that people look for accommodation with a great degree of privacy. That means, they don't want to stay in a large hotel with one thousand rooms. They want to stay in chalets, in holiday houses, or if they go to apartments. These apartments must be large scale. They must have their own terrace. They must have their own entrance. Because, for long term, people will be afraid, simply by psychology in their brain, to stay together with a lot of people which they don't know, but with their own family, they would like. So, chalets, what is one of our core business also, will be clearly sought after, after this crisis finishes. Big question mark, of course, how long it will be and how long the deep economic recession will be, but after this things, I think, and also my colleagues and company think it will happen like we outlined now. And the second tendency, the second tendency, the second tendency, which on 99% will be realized, is that people after this coronavirus, they will still have a psychosomatic or a psychological kind of event, they will try not to stay in the hotel, where thousands of people are, but to stay in the hotel, they will take a bit of private space and have a private space, they will live in the hotel, which will survive as the same as they will be, they will be able to manage this, that are the chalet projects. Or hotels, where there are no more 55, again, luxes, 55 rooms, where there are prices from 1000 euros for dinner, but it comes from 60 to 100 m2. метров на пару. Или же есть и сейчас такие отели, где организовано как бунгало, то есть у каждого свой вход, свой выход. И могут питаться, как в ресторане, а могут при отеле, а могут питаться, выходить в какие-то маленькие, опять же, заведения. А не подскажете? А не подскажете? Мы вас слышим. Мы вас слышим. He doesn't hear. Окей, не-не-не, я слышу, слышу, слышу. Слышу вас идеально, просто эхо пошло. Значит, давайте тогда такой вопрос хотел бы вам задать. А если мы говорим о недвижимости другого типа, скажем, есть отели, да, ну понятно, коммерческая недвижимость, она очень разная. Магазины, склады, бизнес-центры. Можно ли делать какой-то прогноз именно по вот этим? Понятно, что он сейчас будет очень общий, он будет очень сильно разница от стране к стране, но по Швейцарии, давайте попробуем вот сказать, что это такое. Смотрите, что он сейчас говорит на Светосрите. Ну так же, Филипп, что вы просить о том, что вы видите как продаж в магазина, ошопенки, 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 офис, ошопенки, 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 ошопенки. There will be clearly a slowdown in business, in shopping malls and in office. We expect, and also experts from the two banks, expect that the prices for shopping mall real estate and for office real estate will go down in the next foreseeable future by 5-10% in Switzerland, but not more. With shopping malls, we have at the present the situation that the owner of a shopping mall gets no rental income because except for the large supermarkets, shops are closed. The same is with office buildings. Of course, if you rent an office building and you send your personnel to home office, you still must pay the rent. But there's already negotiation between the landlords and the tenants to reduce this rent. So, there will be very clearly a short-term downtrend. It's very difficult to say when this will recover. But, as I say always, we invest in real estate not for price raise. We are not speculating that we built something today or our investor built something today and in five years it's 50% more. Uly, I might translate? Okay. All of our guests. Get ready. I've prepared to put our webinar to our�ens. I have referred to the colleagues at USBS and Credit Suisse Bank, so we could get out of them also... They work as with office products, shopping malls and so on, we can find out their forecasts in first one year. И они сказали, что однозначно спад будет на 5-10%, но не больше. Это, естественно, идет от того, что сейчас просто магазины закрыты. Мы не говорим о супермаркетах, КОПах и Мигрос, это как наши спары и так далее, а говорим о конкретно шопинг-моллах, где магазины, которые сейчас по закону должны быть закрыты. Офисные здания, потому что офис в основном на удалении, не идет арендная плата или проблемы, задержки и так далее. И поэтому в любом случае, будет ли это через месяц коронавирус, карантин будет снят или через 2-3 месяца, спад движений и цен на 5-10% и упадок будет опять же на эти 5-10%, но не больше, еще раз говорю. Окей, отлично. Ну что ж, друзья, сейчас я просил бы своих коллег, вы сейчас все продолжите, я сейчас попросил бы, во-первых, коллег опубликовать контакты компании Benestim Executive Consulting, с тем, чтобы они, всем, кто захочет связаться с Аллой Юрихом, пожалуйста, вы можете это сделать и по завершении вебинара. Ну а вам я тогда передаю, Алла, такое финальное слово, вот контакты есть, можно, пожалуйста, связаться и по завершении вебинара. Ну, некое напутствие из Швейцарии, тем более вы находитесь в такой очаровательной обстановке, ну вот прям слов нет. Пожалуйста. В данный момент, в данное такое непростое время я хочу пожелать в основном первое – это здоровье и в первую очередь предотвратить все инфекционные заболевания, не только связанные с коронавирусом, а просто с простудой и так далее. Поэтому действительно лучше самоизолироваться и побыть с семьей, побыть внутри своих апартаментов или дома. И второе – это взаимовыручка, взаимопомощь обязательно должна быть, и не только по продуктам питания, но и по бизнесу, какие-то советы, какие-то прогнозы. И это не обязательно должно быть на какой-то денежно-валютной монетизированной ноте, а просто так сейчас. Помощь нужна отовсюду и ото всех, и как кто может, так и должен это делать. Спасибо огромное, друзья. На самом деле от вас это слышать гораздо, честно говоря, приятнее, и вам веришь больше, чем политикам. Не знаю, потому что политики сейчас проще говорят. Это обязательно закончится. Это обязательно закончится. Чуть-чуть переждем. Алла, спасибо вам огромное. Улья, спасибо огромное. Наши эксперты из Австрии и Швейцарии, Алла Кнапки и ее коллега. Спасибо вам. Встретимся с вами обязательно на страницах прианру. Вчера, кстати, был опубликован материал наш совместный. И обязательно встретимся еще на ваших вебинарах. До встречи. Селаем, удачи. And stay healthy and drink a good vodka. This helps. Это можно без перевода. Это всем понятно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.